Привет, я еще это скраб механик и сегодня мы переезжаем. Это очень важный день, потому что мы здесь провели огромное количество времени. Ферму я уже собрал, половину вещей я тоже собрал, смотри, погрузил уже на машину сюда, сюда, прикрепил прицеп. Сейчас забираем ботов, вот эти вот штуки все грузим на прицеп. Если, конечно, это все влезет на нашу машину, может быть, нам придется еще один прицеп делать. Ну, надеюсь, что мы обойдемся пока одним прицепом и машиной. Вот этого бота огромного поставим вот так вот. Ух, тачка уже проседает, проседает. Надо амортизатор, походу, будет поднять. Также у нас появился бот, который делает нам вещи. Давай посмотрим на него, что он может смастерить. Нужно сюда перетащить коробку с одеждой. У меня было парочку, мы такие находили. Сейчас затолкаем их и посмотрим, что нам сошьет этот бот. Вот они, эти коробочки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Закидываем все эти пять коробок сюда. Опа, хлопок нужен. Что, на все коробки хлопок нужен? Хо-хо-хо, нифига себе. У меня где-то там валялся хлопок. Вон, четырнадцать штук. Это означает, что я смогу две коробочки точно сделать. Ладненько. Сделать. Тридцать секунд. Но пока наша швея штопает нам одежонку, мы берем повара и тащим его в нашу тачку. Также поставим его на прицеп. И, в принципе, все. Прицеп у нас загружен. Остальное кидаем на заднюю часть автомобиля. Бот-мастер отправляется именно туда. Самый. Ух ты ж, нифига себе, ты посмотри, кто к нам тут прибежал. Вот это налет. Они чё, чухнули, что я съезжаю, что ли? Пришли попрощаться со мной таким образом. Вот это поворот. Смотри, сколько там. Офигеть, а чё так много-то? Я чё-то не понял. Разбомбили мне прицеп. Вот щеглы. Придется всё это убирать. Значит, продолжаем нашу погрузочку. А нет, не продолжаем. Смотри, там снова роботы бегут. Кажется, они корову замочили. Ах, вы негодяи. Чё вы тут трётесь возле моего дома, а? Пошли вон. Я как злой охранник сейчас вас отстреляю здесь. Ну, теперь-то я надеюсь, я погружу нашего бота-мастера. Никто нас не тлечёт. Самый здоровенный бот у нас будет ехать сзади. На тачке. Вот так вот. Ух, это будет тяжко нашему автомобилю. Чё у нас там по шитью одежды? Чё-то сшилось. Курточка. Крутая курточка. Поднять. То есть я её уже могу надеть? Нет? Она где-то здесь или где? Или сюда надо зайти? Ух ты, нифига себе. Я тут прям персонажа переделать могу. Ну, круто. А где мой торс? Во! Курточка есть вот такая обычно, а есть крутая вот такая жёлтая. Чё по перчаткам? Нормальные перчатосы есть. Ноги. Комбез хороший. По обуви. Ура! Наконец-то я буду бегать в паре обуви, а не в одном ботинке. Сейчас мы надеваем. Смотри, здорово! Ух, вот это я пухля. Штаны, конечно, на вырост. Они прям на мне болтаются. Как будто я там навалил кучу. Ну и, конечно же, рюкзак. Рюкзак с какими-то палочками. Или это металл? Ну, короче, теперь я выгляжу как нормальный механик. Посмотрим, что ещё можем сшить. Есть у меня ещё один наборчик. Давай сделаем. 30 секунд. Бот закончил. Давай посмотрим, что там у нас появилось. Вначале нужно поднять это, конечно. Распаковать. Футболочка! Я даже не знаю, что лучше. Курточка или футболочка. Торс. Вот такая футболочка. Ну, блин, перчатки смотрятся тогда не очень. Вот так вот это всё смотрится. Не, ну курточка тут однозначно нужна. Так что возвращаем её. Во! Всё, бот. Ты переезжаешь. Ты у нас самый молодой. Недавно только появился. И сразу переезжаешь. Поставлю я его, пожалуй, где-нибудь здесь. К краю, если он влезет. А он должен влезть. Я подрассчитал место для него. Давай, влезай. Вот. Ну. Вот так вот. Всё. Прицеп загружен. Тачка загружена. Вроде бы я всё забрал. Сейчас ещё раз оббежим. А, подожди. Вот кассовый аппарат ещё и фонарик. Надо забрать. Ох, спасибо этому сервису за всё. Он очень добро и тепло принял нас. Защищал как мог. Но на этом всё. Мы продолжаем свой путь. Погнали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чёрт возьми, топливо закончилось. Чутка не доехали. Ну вот-вот-вот-вот на гору забраться было бы и всё. Ладно, хорошо, что бот у нас здесь с собой. Сделаем сейчас по-быстренькому топливо. Немножечко. Машина не очень хорошо держится на земле, видишь, скатывается вниз из-за большого веса. На самом деле я не представляю, как я сейчас буду заезжать по этому узкому проезду с прицепом. Топливо готово, заправляемся и пробуем. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хьюстон у нас проблемы. Совсем чуть-чуть не доехал. Наконец-то мы все прибыли на наш огромный холм. Опускаем с подъёмника. Все боты здесь. Мостик здесь. Огород здесь. Никто его не перелопатил. И, кстати, боты попытаются снова это сделать через 7 часов 34 минуты. Собираем огород. Сейчас посадим что-нибудь новенькое. И начнём строительство дома. 16 минут. И на нас нападут. Но мы с тобой находимся на холме. Просто на всякий случай возьмём оружие. И посмотрим, как эти бедолаги будут пытаться вскарабкаться на эту горку. Роботы. А, это мои боты. Мои боты тут песни распевают. Всё. Атака началась. Смотрим. Обычно они откуда-то оттуда бегут. По крайней мере, в прошлый раз мы их видели именно. Вон они, вон они. Пытаются залезть на горку. Давай посмотрим с этой стороны, что тут у нас происходит. Есть желающие сюда залезть. Смотри-ка. Я стою на мосту, а вон там, вон снизу робот. То есть хорошо, что я сделал подъёмный мост. Есть вероятность, когда их будет нападать намного больше, они могут сюда и пролезть. Если мост будет опущен, конечно. Но мы с тобой этого не допустим. Ну что ж, начнём строительство. Дело в том, что я хочу оставить участок земли под фермерство. То есть здесь не будет никаких построек. Постройки будут у нас в воздухе. Начнём строительство отсюда. Вот такая вот площадочка у нас получилась. За не менее древесины больше я, к сожалению, сделать не могу. Но обязательно мы это расширим. Я хочу сделать так, чтобы наш пол полностью перекрыл вот эти камни. И в дальнейшем я мог поставить перед камнями лифт, чтобы можно было сюда подниматься на лифте. И это будет просто кошерно. А пока, а пока. Мы разгружаем наших ботов сюда, на эту платформу. Теперь это их дом. Главное не уронить свой грузовик. Вроде всё, вроде всё нормально. Стоим. Выгружаемся. Вот эту штуку, конечно, надо было оставить на нашем драндулете для сбора древесины. Всё, на скорую руку я выгрузил, потому что, видишь, у меня драндулет скатывается потихонечку. Вроде бы стоит, но постепенно скатывается. Короче, всё. Мы разгрузились. Освобождаем место. Теперь это нужно грамотно всё расставить. Соберём урожайчик по-быстренькому. Перекусим. И уже, собственно, ночь на дворе. Пока что оставлю всё вот так, как есть. Нам нужно сейчас сделать с тобой, знаешь что? Пилу. Которая поможет нам добыть древесину. Значит, нужно две разновидности металла. Вот такой и вот такой. Пойдём рыскать по сундукам. Итак, у нас первые сложности. У нас закончилась вода. Это означает, что нам нужно спускаться вниз к вон тому озеру и набирать водички. Для этого придётся цепить прицеп. Но я думаю, смысл нам этот прицеп здесь держать. Мы просто его разберём сейчас. Мы же с тобой переехали, так что в прицепе сейчас нужды пока что ещё нету. Ну вот, на быструю руку наваял тут немножечко уюта. Конечно, уютом это сложно назвать. Вот, поставил кучу светильников, чтобы ночью было хоть что-то видно. Тут у меня хранение колёс. Тут шкафчики и кассовый аппарат. Ну и ботов ты видел. Собираем весь материал и отправляемся заправляться водой. Воду поставили. Теперь мы можем со спокойной душой сделать металл, что я уже в принципе и сделал. Наперёд, как говорится. И теперь осталось нам только сделать что правильно. Лезвие пилы. Ну а пока лезвие пилы делается, нам нужно демонтировать бур. Сюда мы прикрепим пилу. И поедем пилить деревья. Конечно же, конечно же, нам нужно сборщик ещё прикрепить как-то к нашему драндулету. Он будет у нас сзади вот так вот свисать. Перевяз, конечно, адский. Ну что поделать. А есть, кстати, немного другая идейка. Что если я его поставлю прям внутри нашего грузовика? Сейчас попробуем. То есть сперва нам нужно вырезать тут вот такую вот штуку. Во! Вот такая дырища у нас теперь тут будет. И посмотрим, поместится ли у нас сюда эта штука. Вроде бы размеры подходящие, но почему-то сюда поставить я её не могу. Ну, вот так вот по-хорошему он должен встать. Но не встаёт, потому что ещё вот тут нужно убрать вот эту часть. Итак, момент истины. Пробуем затолкать сюда. И кажется... Получилось. Чудненько. Забираем нашу пилу. Как бы её правильно там только присоединить теперь. Я так полагаю, что вот эта вот штука лишняя. И вот эта тоже лишняя. Нам нужно сделать вот так. Таким вот образом. Ох, как это мощно! И пила-то каких огромных размеров. Опускаем, подсоединяем, проверяем. Нюка, нюка, нюка. Давай попробуем прокатиться. Да, пила пилит. Остаётся немножечко подзаправиться. Топлива у нас, к сожалению, совсем категорически мало. Будем использовать рационально. Ну и настало время опробовать нашу пилу и, соответственно, сборщика. Сваливаемся вниз. Давай попробуем и посмотрим, как это всё будет делать. Ой-ой-ой! Ох, как это мощно! Нифига себе! Прямо на тачку упало! Жесть! А можно как-нибудь это снять, пожалуйста? На подъёмник вот сюда. О! А то прям на башке. Допиливаем эту штучку всю. И знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам нужно немножечко расположение пилы поменять. Вот так вот! Тогда у нас лежачие древесины будут пилиться на ура! Ну-ка, смотрим, собирает ли сборщик. Да, сборщик собирает очень хорошо. Давай попробуем теперь с целым деревом, посмотрим, как у нас пилится. О, чёрт! Походу, так дерево не распилить. А нет, вот его пошло. Но очень плохо. То есть, лежащую древесину удобнее пилить вот так вот, вертикально. А стоящее дерево горизонтально. Ну, как бы это очевидно. Но всё равно и так можно тоже распилить. Оп-оп-оп, смотри, робот бежит. Сейчас прямо на пилу. Давай-давай-давай на пилу. А, не хочет прямо на пилу? А, чё за такой скромняшка-то? Опа, пока он лежит, надо-надо-надо попилить, попилить. Иди сюда! Иди сюда! Сейчас ты распилённая. Опа! И нет этого робота. Конечно, если бы пила была расположена горизонтально, он бы намного шустрее сдох. Ну вот, получается, что с двух деревьев я практически и собрал полный сборщик. Хотя, можно даже сказать, что полный. Смотри. Последний деревяшечка и всё. Ещё даже вон осталось бревно. Топляка у нас совсем не осталось, едем на парах. Видишь, бензопак показывает, что топлива нет. Кончилось топливо. Приехали. Ну, слава богу, мы рядышком с домом. Тут не беда. Прибыли! Так. А, блин. Хотел задом сдать к нашему разборщику, а топлива-то нет. Значит, давай попробуем сделать вот таким вот макаром. Разборщик поставим прям на нашу тачку. Надеюсь, он будет разбирать. О! Он, правда, не так встал, как надо, но он же пилит, разбирает. Ну и пускай стоит вверх ногами, кверх тормашками. Значит, что у нас дальше по плану? Конечно же, конечно, очень важно сделать кровать, потому что без неё мы будем возрождаться возле нашего сервиса. В принципе, у нас все блоки есть, за исключением хлопка. Придётся отправляться на поиски его. Ну, а пока у нас разборщик разбирает древесину, я пойду и добуду немножечко нефти. Нефть, 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 нефть. Вернулся с нефтью, а наш разборщик до сих пор ещё разбирает. Какой же он долгий. Ужас просто. Где у нас тут топливо? 102 скляночки нефти набрал, видал? Вот это я мощный. На своих ручищах всё это донёс. Ну что ж, всё, тогда ждём, пока сделается топливо и едем за хлопком. Но это ты уже увидишь в следующей серии. А на сегодня это всё. Не забывай ставить лайкос свой царский под этим видео. Если тебе понравилось. И подписаться, если ты ещё не подписан. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok